Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, усаживайся, усаживайся, дружище, поудобнее, заваривай чаёк, пельмешки, всё, как мы любим, единственное, сразу тебя попрошу поставить лайк, написать свой какой-то комментарий, если поделишься, то вообще, красавчик, к чему всё это? А к тому, что вроде локация данная хайпует, но, тем не менее, просмотров никаких не набирает, потому, если ты хочешь, чтобы хоть когда-то выходили видосянские по данной теме, пиши, пиши, ну, поддерживай, короче, продвигай это видео в топ, если можно таким образом выражаться в плане битвы замков, где битва замков и где топ. Но не суть, сразу скажу, это не гайд, это не гайд, и я в этой локации, на самом деле, нихрена не понимаю, потому что меня всё это дело сводит с ума, здесь дикое, жёсткое задротство, и, как бы, прям, ну, вот, вообще, совсем слов нету. Но, единственное, хотелось бы всё-таки узнать какое-то, ребята, ваше мнение, ходите вы лично на эту локацию, не ходите, если не ходите, то почему, участвует ли ваша гильдия, не участвует активно, не активно, хочется понять какую-то вообще общую картину всего, ребята, этого действия. С одной стороны, возможно, это скучная локация, с другой стороны, здесь становится понятно, чего стоит твоя гильдия, насколько вы оперативны, насколько вы сплочены, или сплочённо, я не знаю, где правильно ставить ударение, насколько активна ваша гильдия, сколько игроков участвует во всей этой теме. И вот всё в этом духе. Посмотрел видос Андрюха Ралёва, и, в принципе, я могу с ним согласиться, да, по многим пунктам, в особенности, если учесть тот факт, что он сидел в этой локации, там, я не знаю, пару дней, просто безвылазно, и я знаю, что такое быть лидером. И не просто так я сейчас не лидер, и мне что-то не хочется возвращать это время, в особенности в данной ситуации, когда появилась вот такая вот локация, потому что здесь просто полный вынос мозга, и на данный момент я сейчас, наверное, не справился бы, я не завидую реально лидерам гильдии, которые активно участвуют в этой движухе, и вице-лидерам в том числе. Вот, хотелось бы высказать своё мнение. Кто-то, может, смотрел, может, кто-то не смотрел видос, а точнее стрим, ребята, стрим, стрим. Я как-то на стриме, на последнем по битве гильдии попытался зайти в эту локу, и, честное слово, меня прям так разорвало, вот прям моё седалочное место порвало в такую степь, что я занялся сексом просто, наверное, со всеми представителями компании IGG, с их семьями, там, не знаю, с кем только сексом не занимался, но просто оно реально бомбило, потому что я зашёл, и снова, грубо говоря, происходит какая-то движуха в локации, но ты не понимаешь, что происходит. То есть эти клетки не отображались, эти гремучие баги, хотелось узнать какую-то информацию, когда эти баги будут исправлены, захожу в официальную группу, а там, знаете, вот это вот, давайте проведём конкурс там на тысячу самоцветов, а с какими героями вы ходите на лаву, и вот это вот вся стандартная залупень. И как бы всё это понять можно, но мне как игроку, ну, абсолютно неинтересно заходить в официальную группу, если я хочу зайти в официальную группу, я не школьник, да, вот, там сидеть, заниматься высиранием в комментариях, я не падкий на халявные самоцветы, и как бы сидеть там дрочить разработчиков по поводу того, что О боже! О боже! Почему там на том сервере дали 300 самоцветов, а на том 500? Почему на немке вот такие вот крутые акции, а у нас такие хреновые? Нет, мне как бы реально есть чем заняться в этой жизни, но тем не менее мне хочется иногда, когда я вижу какие-то баги, зайти в официальную группу, и вообще, сука, узнать информацию, хотя бы, знаешь, там какой-то небольшой постик по поводу того, что да, ребята, мы знаем о том, что баги существуют, и мы их исправляем, и, возможно, они будут исправлены, вот, тогда-то, тогда-то, но этого я всего не нашел, меня бомбануло еще сильнее, я остановил стрим по битве замков, точнее, просто из битвы замков вышел и пошел играть в Тарков. К примеру, Escape from Tarkov это реально игра глючная, там можно по-всякому отзываться о разработчиках, у них политика, мягко скажем, не такая шикарная, да, как у IGG. К примеру, если бы, если бы я таким же образом засирал бы, высказывал бы свое мнение по поводу Таркова, по игре Escape from Tarkov, мне бы там забанили аккаунт. Вот, просто, на минуточку, типа, а, че, не нравится, а не играй, хер ли ты тут на нас, грубо говоря, пиздишь, да? Вот, все вы знаете, сколько лет я снимаю видосы, сколько лет многие из вас на меня подписаны, я не выбираю выражения в плане высказывания своих мыслей, но, тем не менее, меня еще в IGG никто не забанил. Вот, но не суть вообще, к чему я говорю, меня бомбануло, и я зарекся больше в эту локацию не заходить. Вы могли понять, у нас сегодня мысли вслух, и сейчас, буквально, может, 40 минут назад, я вернулся в данную локацию, нихрена не понимая, зашел в гильдийный чат, у нас в гильдии есть отдельный чат, там, где гильдийцы координируют свои действия, вот, и вот пытаюсь, грубо говоря, разобраться. То есть, все, локацию кое-как починили, хотя в ней все равно присутствуют баги, ну, вот, я в нее вернулся, даже заново собрал пачки, по поводу пачек это просто отдельный разговор, и пытаюсь участвовать в жизни гильдии, и хотя бы каким-то образом им помогать. Ну, вот сейчас, если наблюдать на всю эту картину, мы пытаемся у гильдии Украины отжать, гопнуть их, короче, на поселок, просто по-жесткому, типа, ауе, шучу, но вот, вы видите, что тут уже на протяжении 20 минут мы просто реально долбимся, вот, и я сейчас буду продолжать долбиться, Вот у меня три пачки, давайте вместе с вами высадим. Мне тут просто хочу такой, знаете, отзыв игрока высказать. Во-первых, во-первых, вот я, кстати, с Андрюхой Релёвым разговаривал, он мне там пытался объяснить, я, правда, ни хрена не понял. Но, тем не менее, я не понимаю боёвку в этой, сука, сраной игре, точнее, в этой локации. Хотя, я соглашусь с Андрюхой, то, что это не локация, это, по сути, отдельная игра. Реально непонятна боёвка, то есть она абсолютно тупорылишая. Так, мы отжали этот посёлок или что, я не понимаю? Видите, тут щит повесился. Да, всё, мы отжали этот посёлок. Это прямо на видосе случилось. Я не понимаю боёвку. Многие из вас понимают, наверное, эту боёвку, но она абсолютно тупорылишая. Извини, когда я беру, вот ещё когда вначале вышла эта лока, я беру такой, думаю, надо пойти кого-то наказать. Ну, я не топ, но, тем не менее, у меня есть хорошие герои с неплохим прорывом, неплохо собраны. Я такой смотрю, там какая-то сраная клеточка с чувачком. Я думаю, надо туда взять, короче, напасть на него, вообще, посмотреть, как это работает. Я напал на этого чувака, у него просто абсолютнейшие тупорылишие герои. Я на него напал своими тремя сильными пачками и отсосал большой чёрный, извиняюсь за выражение, хуй. И тут я такой, типа, блядь, мне сейчас битву замков удалить или всё-таки потерпеть, потом удалить? То есть боёвка здесь абсолютно непонятна. По крайней мере для меня. Вы, конечно, в комментариях там попытаетесь мне объяснить, мне Андрюха Рылёв пытался объяснить, вот, как она работает. Но всё, что я сейчас понимаю, многие из вас со мной согласятся, боёвка абсолютно тупорылая. По-другому, по-другому, никаким образом не объяснить. Ну, то есть не объяснить, почему её не могли как-то реализовать, что ли, в лучшем, в лучшую сторону. Мне там Андрюха говорил, что вот, типа, как в атаке фартов, типа, если стоит бард, то хер ты чё сделаешь. Да не как в атаке фартов. Извините, в атаке фартов, если я нападаю на слабую пачку, я её трахаю во все дыры просто без вазелина. Здесь я нападаю на своей сильной пачкой на слабую пачку, и эта слабая пачка меня трахает во все дыры без вазелина. Это не как в атаке фартов. Это не как на арене. Это вообще не как. Это вообще всё через жопу. То есть, ну, допускай даже реализовали бы, как в атаке фартов Ну, хотя там тоже началось бы спам, не спам Хотя тут же и тот же спам есть Реализовали бы это, как в атаке фартов Извини меня, ну, как бы, хотя бы, ну, хотя бы показывали бой Я не знаю, ты бы хоть понимал бы, почему ты всрался Ну, почему ты такой всратый, да, почему ты не смог ничего сделать Я бы хотя бы это понял бы Но я ничего не понимаю Я вот и отсылаю, я думаю, что мне там, говорит, паладинов ставить Или, не знаю, зефириков, понимаете? Ну, бред Очень много моментов непонятных Непонятные моменты, когда ты там отобьешь Когда ты не отобьешь этот поселок Там энергия вроде какая-то падает Что-то не падает Очень-очень много недоработок Но моя главная претензия, это, конечно Во-первых, да, то, что здесь в этой локации нужно жить Но, тем не менее, я думаю, что со временем Если лидеры, вице-лидеры организуют работу гильдии А это именно работа гильдии Потому что, ну, вот у нас есть чат И вот я смотрю, там ребята как-то пытаются координировать свои действия Если это грамотно, скоординировать Что-то там пытаться мутить Я думаю, что, ну, можно, можно будет что-то сделать Чтобы постоянно не дрочиться, да? Но в любом случае, части игроков Часть с гильдийцем Им придется дрочить Им придется здесь дрочить Причем не одной рукой А прям, блядь, брать Вот двумя руками свой хер и дрочить Потому что, ну, других вариантов нету И не сказать, что это плохо Вот, и не сказать, что это хорошо Это данный факт И это битва замков Здесь много локаций, в которых нужно дрочить Просто, к сожалению, из-за того, что многие, опять же, локации стали Беспонтовыми в плане наград и в плане механики Мы перестали там дрочить Раньше дрочили в большинстве локаций Вот, сейчас у нас дрочку предлагают только в этой локации И, как бы, я вот сижу Во-первых, непонятно Очень-очень много недоработок Большие вопросы к разработчикам Будут ли они их исправлять То есть, теоретически, из этой локации Что-то, ну, съедобное вполне можно сделать Я знаю, что многим игрокам реально она интересна Вот Опять же, вопросы по поводу сезонности Они сделали сезон из 14 дней Но сделайте вы лучше сезон 5 дней Потом 3 дня передышка И снова новый сезон 5 дней Это было бы куда круче Потому что 14 дней Но я думаю, что просто игроков это будет остопищивать Это слишком долго Сделали бы, возможно, ее более такой, ну, живучей, что ли Может быть, поместили бы сюда меньше гиди Ну, я не знаю Это, конечно, можно много советовать Но мне трудно Мне трудно дать какой-то дельный совет разработчикам В особенности, понимая, что им абсолютно плевать на мои советы Но сказать, что это плохо То, что добавили эту локацию Я не скажу Ну, я реально не скажу Но то, что они добавили ее Они молодцы Вот Но очень много недоработок Особенно боевка Но если это битва замков, друзья Если это реально битва замков Ну, таких локаций существует огромнейшее количество везде Во многих играх Ну, привнесите что-то из битвы замков Ну, показывайте хотя бы боевку Как это сделано в атаке фартов Ты можешь посмотреть, как твои герои там долбятся месяца Хорошо, вы не хотите так Но дайте нам четкое понимание Сделайте четкую механику боя Потому что Сейчас ты реально ни хрена не понимаешь Вот, к примеру В Castle Clash New Dawn Ты там реально понимал Выиграешь ты, не выиграешь А может быть проиграешь А может быть выиграешь Там определялась сила Сила твоей пачки Да Какие у тебя юниты там Какие у тебя герои Сильные, они не сильные Как прокачаны Плюс Там определялась эффективность твоей пачки За счет того, что К каждому герою Нужно было подобрать Эффективных юнитов Да, там стрелков Гномов Там еще кого-то То есть там еще многое зависело От того, как ты правильно Эти пачки собираешь Потому что Каждый герой себя классно проявлял Только с определенным видом юнитов И Там, конечно, нюансов было дохрена В Castle Clash New Dawn Но, по крайней мере Ты имел четкое понимание Ты кого-то вздрючнешь Или не вздрючнешь Там все зависело от силы твоей пачки Почему это нельзя было реализовать В битве замков Почему? Почему мы сейчас забыли про юнитов Да, могли бы и здесь Ну, вам не надо придумывать велосипед Но часть вы скопировали бы С Castle Clash New Dawn У нас в игре есть юниты Почему они здесь не используются? Ну вот почему? Почему нельзя было бы их взять Здесь тоже применить? Перенесли бы сюда боевую систему Как в Castle Clash New Dawn Ну все, не было бы вопросов У каждого игрока было бы четкое понимание Кого он трахнет А кого он не трахнет Понимаете? С кем у него будет секс А от кого лучше убежать Куда-то там вздрючнуть за стенкой Понимаете? И сегодня очень много я говорю Про дрочку Про Письки Сиськи Но это связано именно с тем Что эта локация такая и есть Потому что, ну, какие-то другие слова Мне подбирать трудно Вот такие вот у меня мысли вслух появляются И Играя в эту локацию Я себя поймал на той мысли Что Мне захотелось вернуться в Castle Clash New Dawn Понимаете? Мне захотелось вернуться в Castle Clash New Dawn И я сейчас на полном серьезе Такой жду И думаю Когда же ее уже Сделают доступной для России Когда ее сможет скачать каждый игрок И когда я Грубо говоря Смогу в нее нормально поиграть Без всяких бубнов и так далее Хотя при желании Без всяких бубнов В нее и так можно зайти Но мне что-то, блядь, не хочется Понимаете? Но вот зайдя в эту локацию Я такой Блядь, хочу в Castle Clash New Dawn поиграть Потому что там Эта лока была классно реализована И мне в комментариях Люди писали Что там тоже появились Какие-то поселки Там тоже появились Какие-то разборки Да, между замками и прочее Что там это сделано Весело Задорно И у меня до сих пор Вот два главных вопроса Три главных вопроса Это боевка Это почему не используются Юниты И почему здесь нету боссов Почему здесь нету юнитов Ну то есть В Castle Clash New Dawn Ты мог там пойти На какого-то супер босса Да, всей толпой Вы прикиньте Как это было бы интересно В активной гильзии Такие Ребята Пошли Замочим Главного босса А чтобы тебе его замочить Нужно там Четыреста раз Отправить на него Своих там Силь Свои сильные войска Понимаешь? И там Допустим У противников У юнитов Которые находились На карте У каждого из них Был какой-то Свой определенный левел Ты мог понять Ты там Забьешь его Не забьешь Какой шанс у тебя Выиграть Проиграть Вот здесь этого нету Здесь этого не хватает И моя единственная Молитва Просьба К разработчикам Блять Ну Не забивайте На эту локацию Как вы забиваете На многие другие локации Вы добавили линию Обороны Вы на нее болт Положили Вы добавили там Атаку фартов Вы на нее болт Положили Ну хотя бы Не кладите болт На эту локацию И в плане наград Не кладите болт На эту локацию И в плане Доработок ее Потому что Доработок Здесь нужно делать Великое множество Великое множество Если Спросить тех людей Которые реально Задротят Вон там Андрей Рылев В своем видео Там кучу всего Высказал Да Потому что он задротит Ее знает Но вот я Как человек Который все У меня жопа Перестало гореть Баги Какие-то исправили Теперь видны Эти клетки Я могу хотя бы Зайти Понять вообще Что на карте Происходит Вот Как бы Ну даже я вижу Что дохера Непонятных вещей Идешь куда-то Вслепую Делаешь Вслепую То энергия Отнимается То энергия Не отнимается Вот Потому вот Такое у нас Видео Разговорное Ребята Получилось На 18 минут Мы смогли Отжать поселок Вот Что у меня тут Где у меня вообще Пачки Где мои Где мои пачки Вот Они сейчас здесь Пока что Мне команд не поступлял Но я могу В принципе Попытаться Вот допустим Вот эту вот штуку Отбить Да Высадить У меня энергии Нету Ну и ладно Хер Да Смогу забрать Просто украинцев Отсюда уберем А еще Еще смотрите Здесь весело То что тут Есть чат Общий Тех кто Находится На этой карте Чат общий Это конечно весело На этом я наверное Закончу Вот Всем пожелаю Огромнейшей удачи И Ребятушки Всем пока Да И Ну Напишите в комментариях Как вам эта локация Какие в ней минусы Какие в ней плюсы